Всем привет! А в этом видео я хотел бы рассказать о тех элементах велоснарешения, которые я сделал самостоятельно. Прежде всего пару слов о том, какие достоинства несет в себе изготовление чего бы то ни было самостоятельно. Ну, прежде всего это очень увлекательно, мне нравится делать своими руками. Возможно результат будет не таким, как у людей, которые делают это профессионально на протяжении многих лет. Но, с другой стороны, это позволяет очень быстро и эффективно, то что называется, въехать в тему, изучить вопрос. Самый-самый первый моей самоделкой был вот такой вот подсидельный баул, который я сделал из рюкзака, найденного на помойке. И только через два года он был доведен до вот такого боевого вида. Багажник я пока не снимаю, первый раз поехал испытывать мой велобаул. Ну, если все будет нормально, я думаю, запишу про него отдельный обзорчик. И самое главное, наверное, неоспоримое достоинство такого подхода заключается в том, что во всех мелочах можно делать все абсолютно так, как хочется. Если какие-то моменты мелкие не устраивает, можно переделать без потерь, особых потерь для бюджета, потому что все делается непосредственно, учитывая все размеры и какие-то мелочи, которые, возможно, будут важны. А при удаленном заказе все-таки, как бы не было тщательно сформировано техническое задание, при получении возможны какие-то небольшие косяки. Теперь непосредственно переходим к первой моей самоделке на рульное крепление, которое позволяет перевозить какие-то палатки, другие небольшие, не слишком объемные вещи на руле. Прежде чем сделать вот такое специальное крепление, конечно же, я попробовал перевозить палатку, непосредственно приматывая ее к рулю. И оказалось, это главный недостаток, что решение так себе, потому что ленты крепления очень быстро перетирают чехол, в котором хранится палатка. Ну и со временем может, собственно, от тряски, от нагрузки, может начать портиться и как бы сама палатка, что нежелательно. Поэтому более широкое крепление, которое обхватывает ваш груз, оно, конечно, гораздо более приемлемо и эффективно. Пожалуй, единственным недостатком, как и любого, собственно, специального крепления является лишний вес. Но, как говорится, тут решать вам. Итак, конструкция моего нарульного крепления содержит вот такие вот небольшие проставочки, которые отдаляют ваш груз от переключателей и прочего оборудования на руле. Все было изготовлено из куска ткани с внутренней вставкой жесткости, которую я где-то нашел. И, в общем-то, без всякой машинки даже все это я сшил. Подвес крепится к рулю с помощью двух вот этих фастексов. И третьей точкой, которым подвес крепится к велосипеду, является дополнительная вот такая липучка, которая фиксирует наш груз к рулевой трубе. Главное, над чем приходится задуматься, это как расположить ваш груз и провести все тросики переключателей и шланги тормозов, чтобы с одной стороны и главным образом они функционировали нормально, и ваш груз спокойно мог разместиться вот в этом пространстве. Если на одном из велосипедов, в общем-то, такого вопроса не стало, на моем старом велосипеде, то вот на текущем моем боевом найнере с этим немножко пришлось подумать. Но, в принципе, как-то переконфигурированием расположения тросиков мне этот вопрос удалось решить. Собственно, груз крепится очень просто, то есть вы приехали, расстегнули, вынули, и точно так же он очень удобно крепится обратно вовнутрь. И, опять-таки, в отличие от приматывания, вам достаточно застегнуть оба фастекса, и вуаля, ваш груз закреплен ровно в таком положении, в каком он и был, когда вы его снимали. И в завершении еще один важный момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание. Если ваш велосипед, так же, как и мой, обладает амортизационной вилкой, то прежде чем отправляться куда-то далеко, повесьте ваш груз, который вы собираетесь везти, доедьте до ближайшей горки и резко затормозите на горке. То есть при этом, вы понимаете, происходит сильная загрузка переднего колеса, амортизатор у вас проседает от нагрузки, и проверьте, не чиркает ли ваш груз за колесо. У меня произошло именно так, я выехал, было все нормально, когда я стал тормозить на горке, то я обратил внимание, что немножко чирканье такое есть. И такая же проблема возникает, когда вы едете под дождем, у вас палатка и груз немножечко намокло, стало тяжелее, все стяжечки, все наши ленты немножко удлинились, растянулись, и вся эта наша конструкция стала висеть немножечко ниже. Поэтому обратите внимание, что у вас будет сохраняться необходимый зазор между колесом и нижней частью груза. И второй совсем уж мелкий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это необходимость использования достаточного по прочности, но в то же время не избыточной ширины лент. Вроде бы мелочь, но как бы в сумме, когда у вас копится вот эта лишняя ширина, которая в моем случае вот эти очень-очень широкие ленты, они в общем-то не нужны, и это приводит к утяжелению. Ну и вторая конструкция, которую я сделал самостоятельно, это подвес котелка на раму. Ужас, говорят знакомые мои легкоходы, ты ходишь с котелком и вешаешь его на велосипед. Да, ребят, до сих пор я использую солдатский котелок, мне почему-то очень нравится, ничего не могу с собой поделать, это так. Когда он прогорит, не знаю, скоро лето будет, я воспользуюсь чем-то другим, а пока вот так. Ну, конечно, у меня есть какая-то кастрюлька для чисто горных походов более легкой, но, в общем-то, на велосипеде я использую этот котелок. Внутрь я кладу горелочку, про которую я рассказывал вот в этом обзоре. Для того, чтобы все это перевозить вне основного объема, я сделал крепление. Кроме уже упомянутого достоинства, что котелок хранится отдельно, и, например, днем вместо того, чтобы класть туда горелку, я часто кладу туда приготовленную накануне еду. И, в общем-то, очень быстро до нее можно добраться, откинуть крышку, пообедать и двинуться дальше. То есть, опять-таки, экономия, экономится масса времени. И второй момент, если котелок не очень чистый, как бы тщательно не отмывали его после костра, все равно дно довольно долго остается такое в копте. И, в общем-то, перевозка в другом внешнем месте позволяет решать этот вопрос. Вот сейчас я снимаю все это с велосипеда и более подробно и наглядно покажу конструкцию. Основной обхватывающий элемент был сделан из деталей какой-то сумки. Видите, он с такими красивыми декоративными вставками. В общем, даже чисто внешне мне нравится. Ну, а с противоположной стороны, собственно, два основных крепежных элемента. Две липучки. Верхняя крепится за верхнюю трубу, нижняя крепится за нижнюю трубу. И дополнительной лентой крышечка котелка крепится у нас к основной части. И здесь вот так же фиксируется липучкой. Ну, это чисто объясняется конструкцией самого солдатского котелка. В пеших походах все это подвешивается с помощью тех же самых липучек на ремень. И переносится на поясе, что, в общем-то, тоже мне очень нравится. Ну, вот такие две конструкции. Всем, у кого есть свободное время и желание, я рекомендую, по крайней мере, какие-то первые эксперименты делать самостоятельно. Потому что, повторюсь, вы въезжаете в предмет и, возможно, сделаете что-то интересное. И опять-таки полностью так, как вам это захочется. Большое спасибо за ваш интерес. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Счастливо.